Добрый день! Сегодня у нас очередной радужный куб, на этот раз от Фанксин. Называется, где-то было название, здесь уникальный радуга-куб. Здесь это либо уникальный, либо неравномерный, как-то так переводится. Ну, здесь нарисован кубик какой-то другой. Здесь тот, который внутри. Его видно немного. Здесь можно видеть сложность 3 из 5. Можно крутить, можно думать. Открываем. Без инструкции. Вот такой вот радужный куб. Можно увидеть на картинках вот в такой проекции и отдельно вот в такой. И подумать, что это разные кубики. Но кубик один и тот же. Я знаю уже 4 головонки, которые их можно называть радужными. Куб радуга, наверное, самый старый. Вот такой вот неравномерный от YJ. Или от Mojo. И вот такой вот, не пойми от кого, четырехцветный. У всех в названии что-то про радугу было. Вот я решил до конца уже собрать все кубики этого форм-фактора. Ну, как бы тему закрыть. На удивление. Ну, понятно, что это не 3 на 3. Отложим в сторону. Но вот эти три кубика радужные. Они все разные. И у них есть свои особенности. Это, кстати, форма не меняет. Вот такая расцветка у него интересная. Эта форма меняет. И крутится неплохо. Эта тоже меняет форму. И похож на этот. То есть также три слоя разной толщины. Тут симметрично. Но раскраска тут такая вертикальная. Тут по диагонали. А здесь и тут наклонные. И тут наклонные. Рисунок несколько другой. И еще одна особенность в том, что вот эти три элемента точно такие же, как вот эти три элемента. Ровно так же, как вот эти, совпадают вот с этими. Ну и ребра здесь. Вот это и вот это. Симметричные. А вот это с этим одинаковые. То есть вот так и вот так повторяются элементы. Соседние центры не одинаковые. Хоть имеют одинаковые цвета. Мы видим здесь градиент зеленый-голубой, синий, фиолетовый. Какой-то перед ним темно-синий. А здесь те же цвета, но в обратном порядке. Опять разворачивается. И снова разворачивается. То есть противоположные одинаковые. Но они как бы и так одинаковые. Но расположить их нужно именно зеленый к зеленому. Фиолетовый к фиолетовому. Ну а дальше станет уже все понятно. Перемешаем. Фанксин. Качество такое терпимое. Немного смазал. Будет туговатый. Ну если покрутить побольше, либо можешь поднастроить. Будет вращаться получше. Не то чтобы эта голомка обязательно к приобретению, но для коллекции. Как шипмот трешки. Да, имеет смысл. Вот примерно так выглядит. Ну по традиции начнем с более высокого цента. Он такой в клеточку будет. Вот. И вот. Этот пониже, этот повыше. Рядом с ним поставим такие же высокие ребра. Сначала поставлю как-нибудь. Вот одно. Вот второе. Какое-нибудь. Вот третье. И вот четвертое. Ну и теперь посмотрю, чтобы рисунок совпадал. На удивление, он сразу совпадает. Значит, я поменяю. Вот так. Мы видим, что вот здесь вот диагональ идет из розовых леточек. И продолжается здесь. А вот тут уже нарушается. Ну вот здесь вот хорошо. То есть вот эти три стоят прекрасно. А эти два нужно местами поменять. Ну и вот. Теперь рисунок совпадает. Посмотрим, что с боковыми центрами. Здесь не так. Здесь не так. Здесь вообще боком. И здесь не так. Вот эти два центра. Зеленый. Получается внутрь. А вот эти два ребра. Зеленый наружу. То есть они должны стоять не здесь. Допустим, вот это совпадет. Это развернем. И это совпал. И это совпал. Ну вот это развернем. Нужно, чтобы зеленый был справа. Поднимаем. Крех ногами зеленый, значит, должен быть слева. Вот эта полосочка. Возвращаем. И вот так. Получается, собрали крест. Так он выглядит. Ну и теперь. Сразу в глаза бросаются вот такие пары. Можно, конечно, полимет наставить. Но можно и целиком. Вот здесь вот зеленый сходится в угол. А это не зеленый. Здесь вот. Это должно быть к фиолетовому. Тут фиолетовый. И тут фиолетовый. Ну вот сюда и поставим. Вот градиент. Продолжается. Поищем что-нибудь зеленое. Ну вот. Ребра, кстати, вот эти симметричные. Поэтому здесь можно как-то кодные ставить. И в туэлм очень удобно это делать. Так. Но напротив вот этого по диагонали должен такой же стоять. Вот стоит. Да, только. Неправильно я поставил, да? Они не одинаковые. Тут зеленый с краю. Вот сюда. Тут зеленые. И тут края зеленые. Вот. Вот так красиво. Смотрим дальше. Ну вот этот элемент хочет какого-то розового к себе. Вот такого. Объединим их как-нибудь в пару. Так. И поставим к фиолетовым местам. Когда-нибудь вот сюда. Ну и остается последнее ребро. Угол стоит на месте. Ну а ребро с такой же расцветкой. Вот оно. Единственное, более крупное осталось. Можно как-нибудь сделать вот так. Это становится трехходовкой. И вот два слоя собраны. Получилось удачно. Появился у нас псевдопаритет. Ну а из-за чего? Ну из-за того, что ребра симметричные. Ну и чтобы ситуацию исправить, мы должны одно ребро развернуть. Как я понял, что у нас псевдопаритет. Здесь должен быть крест. Либо два. Либо ни одного правильно ориентированных ребер. А здесь три. А три быть не может. В кубике рубика. А это шейкмонт кубика рубика. Поэтому нужно вот это ребро развернуть. И тогда здесь тоже одно развернется. Для этого есть много разных способов. Я покажу такой, который сразу разворачивает ребро. И вот у нас получился крест. Но если бы его не было, мы бы сделали какой-нибудь алгоритм из кубика рубика. Например, вот галка. И решается вот так. Дальше любым способом разворачиваем вот эти четыре уголка верхнего слоя. Можно открутить пиф-пафы. Можно увидеть какой-нибудь алгоритм. А это у нас вертолет получается. Сделаем его вот так. Ну и теперь можно смотреть, что получилось. Как мы помним, ребра одинаковые. Те, которые напротив стоят. Вот эти два по рисунку хорошо совпадают. Вот эти два не очень хорошо. Да, совсем не совпадают. Да, я, наверное, зря сразу это развернул. Надо было сначала ребра переставить. Для центра ориентация важна. Так что разворачивать уголки надо было в конце. Вот эти два ребра хорошо совпадают. И вот эти два нет. Но мы рыбкой можем переставить три. А здесь надо два. Но помним, что какие-то одинаковые. Если мы вот это поставим сюда. Вот так вот. То рисунок будет такой же, как вот этого ребра. Но оно же не совпадает, значит нам не подойдет. Давайте переставим против часовой стрелки. Рыбкой. Ну и это решение было верным. Теперь развернем уголки, которые я сломал. Это можно сделать как пиф-пафами, так и каким-нибудь алгоритмом, который ребра не переставляет. К примеру, вот таким. Рыбка, переставляющая углы. Да, и у нас все развернулось. А ребра остались на местах. И рисунок не нарушился. Ну а теперь нам надо переставить уголки. Тут тоже по два одинаковых. Вот этот стоит хорошо. Кстати, проверяем, что у нас вот эти вот ребра с центрами по цветам совпадают. Сможем было его так вот поставить. Похоже, но нет. Здесь зеленый, здесь фиолетовый. Вот так нормально. Смотрим здесь. Вот этот совпадает. То есть он на месте. Вот эти три нужно переставлять. Вот этот вроде тоже на месте стоит, да? Ну, мы помним, что они по два одинаковых. Поэтому делаем алгоритм из методов для начинающих. Стандартный. До тех пор, пока не соберется. Не собралось? Или собралось? Нет, не собралось. Надо еще раз. Ну и все. Чуть сложнее обычного кубика рубика. Он немного пестрит в глазах, но это не мешает. Но есть одинаковые элементы, которые рождают псевдо паритеты. Ну и если вы знакомы с другими шейп-модами, вы уже знаете, как их решать. А так, головоломка неплохая. Купил на озоне. Стоит рублей там 400-500 где-то. Фанксин. Крутить можно. Для коллекции пойдет. Ну, если вдруг какие-то похожие головоломки еще не заметил, не нашел, не купил. Пишите в комментариях. И желательно со ссылочками. Потому что мне кажется, что простые шейп-моды у меня есть уже все. Кроме те, которые продаются. И исключая кубики с картинками. Их чрезвычайно много. Интереса в них нет. И чаще всего они очень плохого качества. Вот какие-то популярные, с интересными рисунками. Вот такие, да, я рассмотрю. Ну а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.